Искупаться в Байкале и получить только позитивные эмоции. 20 детей из Старобежского района ДНР приехали в Бурятию. Программа у них насыщенная, но главная задача, конечно, увидеть жемчужину мира. Что хочется тебе увидеть, что попробовать хочется? Хочется ярких впечатлений, конечно же, и покупаться на Байкале. Вообще очень хотелось сюда побывать, первый раз в своей жизни, полетать на самолете, прилететь. Очень хотелось. Выбрали меня. Ну, наверное, хорошо учусь, хороший мальчик, веселый, доброжелательный. Ну, фотки, не сильно люблю фоткаться, но, конечно, уже пофоткались с друзьями. Байкал-то надо? Конечно, покупаться в нем надо. Конечно, он холодный. Ну, какая разница. Первый раз, так что нужно. С ребятами лично пообщался глава региона. И когда узнал, что на обратной дороге не предусмотрена остановка в Москве, решил исправить этот недочет. Поэтому давайте запланируем еще на обратной дороге, по Москве, возможно, все. Мы тут тоже транспорт организуем. Ну, и надо будет ночевать, чтобы весь день на ногах, потом опять в ночь в автобус тяжело. На Байкале школьники будут всего три дня, но перед этим они посетят БГУ, этнографические и другие музеи Улан-Удэ. Им удастся увидеть, как отмечается национальный праздник Сур-Харбан, а жить и заниматься они будут в Кванториуме. К сожалению, в то время, когда киевские власти бомбят наши мирные города, а нам вот в это трудное время, благодаря вас, вашему народу, Бурятии, повезло просто-напросто повезло побывать в этой благодатной республике, на этой благодатной земле. Ну, и в то же время познакомиться с культурой, с достопримечательностями, а самое главное, с добродушным, таким доброжелательным народом. Поездку детей организовала общественная организация «Женщины Бурятии» в рамках президентского гранта. Кроме того, наш регион скоро примет еще одну группу школьников из Донбасса. Сотни детей отправятся на целый месяц в спортивно-оздоровительные лагеря республики. Юлия Пермякова, Алексей Ромашов, Новости дня.